На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева-Черкесии. С вами Руслан Куркмазов. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. И начинаем выпуск печальной вести. Ушел из жизни Ибрагим Хаджи Качиев. Кади Карачаева-Черкесии. Заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии. Имам села Дружбы. Человек, которого знали, искренне любили и уважали все. Слова соболезнования семье выражает глава республики Рашид Тимрезов. Ибрагим Хаджи Качиев. Религиозный общественный деятель. Человек с большим сердцем и светлой верой. За свою жизнь он успел сделать очень многое. Никто не оставался без его внимания и помощи. Для каждого он находил слава поддержки и утешения. Призывал к единству и миру. Особенно много значили его мудрые слова и дела в трудные дни пандемии. Невозможно оценить его огромный вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи. Которую он всегда учил жить по законам ислама. Быть добрым, честным, отзывчивым, работящим и заботиться о тех, кто рядом. Это невосполнимая утрата для всей республики. Светлая ему память. Спикеры депутата парламента выражают искреннее соболезнования семье Ибрагима Хаджи всем родным и близким. Соболезнования семье выражает и государственный советник Карачаева-Черкесии Мустафа Азриталиевич Батыев. Его кончина является огромной потерей для всех народов республики, говорится в некрологии. Он внес в неоценимый вклад в духовное развитие нашей республики, подавал пример для подрастающего поколения и помогал всем, кто нуждался в помощи. Для каждого он находил слава поддержки. Похороны Ибрагима Хаджи Качиева прошли сегодня в селе Дружба, где он долгие годы был имамом. О жизни религиозного деятеля Аслан Гирюгов. На протяжении всей жизни Ибрагима Хаджи Качиев помогал сиротам и нуждающимся. Никто не оставался без его внимания и поддержки. Религиозный и общественный деятель. Человек с большим сердцем, который искренне помогал и сопереживал всем людям. Нельзя переоценить вклад Ибрагима Хаджи в духовное нравственное воспитание молодежи. Этому он уделял особое внимание. Он стоял у истоков образования Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии и с первых дней работал на благо общества. При его непосредственном участии происходило возрождение ислама. Ни один религиозный праздник не обходился без его участия и наставлений. Ведь Ибрагим Хаджи для всех был учителем. Это невосполнимая утрата. Это действительно так. Такого человека навряд ли больше у нас будет. Я надеюсь, Ибрагим Хаджи будет тоже обладателем рая. Он делал очень многое. И невозможное он делал. Вот что поделаешь. Ушел от нас. Нам единственное остается только молиться Всевышнего Аллаха, чтобы он его простил. Чтобы он его сделал обладателем рая. Ибрагим Хаджи Качи на протяжении 40 лет работал на духовном поприще. Активный, энергичный. Он пользовался непререкаемым авторитетом среди населения. Для людей он был добрым другом, лучшим советчиком и имамом. Проводить Ибрагима Хаджи в последний путь собрались люди со всей республики и не только. Несмотря на пандемию, услышав эту печальную весть, никто не смог остаться в стране. Очень большая потеря для нас. Ибрагим Хаджи очень хороший мусульманином, достойным человеком был. Для нас большая потеря. Отзывший был очень. Всем пытался помочь, помогал. По мере возможности он всем помогал. Он был великий человек на самом деле. Можно сказать, он даже отец всех бездомных, обездоленных, сирот. Дух имама нашего. Поднимал имам всей республики. Поэтому сейчас всем нелегко приходится. На всю волю Всевышнего. Думаю, дальше мы будем вспоминать то, как он нас учил. И будем стараться двигаться по этой дороге. Кадию республики Ибрагиму Хаджи Качиеву было 59 лет. Последний месяц своей жизни он боролся с болезнью. Без преувеличения можно сказать, что Ибрагим Хаджи Качиев был религиозным символом Карачаевой Черкесии, объединяющей все народы и конфессии. Что очень важно для многонациональной республики. С его уходом осиротела не только село Дружба, но и вся республика. Аслан Гирюгов, Ислам Урумов. Вести. Карачаева, Черкесия. Село Дружба. Вести за перштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 93 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 14 305 человек. Из них 12 736 человек выздоровели. 902 госпитализированы. Сейчас прогноз погоды от наших синоптиков. В Карачаево, Черкесии снег, в отдельных районах сильный, туман и гололёд. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1-6, местами до минус 11, днём до 6 градусов мороза. В Черкесии снег, ночью и утром туман и гололёд, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 3-5, днём 1-3, ниже нуля и на дорогах гололедица. Новогодние скидки. До 30%. Куртка. В подарок. Спешите. До 31 декабря. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит. Поставки не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платёж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Вопрос развития овцевосов в Карачаево-Черкесии обсуждили в Министерстве сельского хозяйства России. Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Анзор Буташев отметил, что в республике работают 18 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, обладающих правом на осуществление деятельности в области племенного животноводства, в том числе 8 овцеводческих. В Карачаево-Черкесии в целях увеличения поголовья и объёмов производства мяса баранины реализуется ряд инвестиционных проектов по развитию овцеводства. В настоящее время построены современные животноводческие комплексы, проведен комплекс мер по улучшению пастбищ. В Карачаево-Черкесии также разработана и утверждена стратегия развития овцеводства и козоводства на 2020-2025 годы. Стратегия направлена на решение социально-экономических задач по сохранению здоровья населения и обеспечению его продуктами питания, в основном за счёт собственного производства и достижения продовольственной сырьевой и товарной независимости от импорта. Сегодня день энергетика. Об итоги года уходящего и о планах на перспективу вестем рассказал директор Карачаево-Черкесского филиала «Росгидро» Пётр Кравченко. Ахмат Халкечев продолжит тему. Уходящий год был весьма непростым. Беспрецедентные меры, принятые по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, отразились на деятельности практически всех, без исключения предприятий и организации. Но, несмотря на все сложности, Карачаево-Черкесский филиал «Росгидро» справился со всеми задачами, которые были намечены на этот год. Было выработано 325 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С момента пуска, когда станция в 1999 году пущена, у нас ожидается 6 миллиардов 311 миллионов киловатт-часов. Но с пуском Ужджи-Гутинской у нас среднегодовая выработка должна достигнуть порядка 483 миллиона киловатт-часов. Что это такое? Это много или мало? Но если так сравнить, то этой электроэнергии хватит обеспечить, условно имею в виду, город Черкесск, Ужджи-Гутинский район и Зеленчурский район. Вот такая величина ожидается выработкой собственной электроэнергии. На Ужджи-Гутинской Малой ГЭС на сегодняшний день штат полностью укомплектован. Основной костяк привлеченные молодые специалисты. Сейчас станция хоть и работает в режиме апробации, но уже вырабатывает электроэнергию. Как еще поведал Петр Кравченко, в планах по наращиванию мощности филиала проектирование нескольких новых станций типа Малых ГЭС. Благо потенциал региона в этом плане огромен, подытожил Петр Васильевич. Новые станции Малые ГЭС, это такие как Кардоникская, Нижняя Ермоловская и Карджурская. Эти три станции, которые я называю, это только наши планы. Планы, у которых еще не обоснования проектных нет, но предварительно, когда просматривали возможность, там хорошая перспектива. Росгидро – предприятие с высокой степенью социальной ответственности. Только на борьбу с распространением коронавирусной инфекции карачаево-черкесским филиалом выделено 5 миллионов рублей. Также была оказана помощь поселку Правокубанский в ликвидации последствий урагана, который сорвал несколько крыш с многоквартирных домов. В этом году на благотворительные цели в общей сложности компании было потрачено 27,5 миллионов рублей. Немалые усилия энерговырабатывающая компания предпринимает и по повышению качественного водоснабжения населения на своих территориях. На эти цели выделено 17,5 миллионов рублей. Сейчас изготовлен проект, приступили к реализации, но опять-таки некоторые отступления из-за коронавируса, погодных условий, ну и другие там есть проблемы по поводу реализации этого проекта. Но на сегодняшний день на заводе изготовлены насосные станции, то есть мы установим насосную станцию с двумя рабочими насосами и третий будет в резерве. Кроме того, построим фильтрационное поле, чтобы вода проходила первую ступень очистки. В Карачаево-Черкесском филиалам «Русгидро» во взаимодействии с руководством республики реализуется весьма значимый профориентационный образовательный проект для старших классников с говорящим названием «Энергокласс». Проект показал свою востребованность. Следующий год у нас уже идет полный набор и в январе мы уже откроем второй класс по подготовке. И я думаю, что энергетический класс дает ребятам дополнительные знания. Они получают углубленные знания по физике, по математике, по той же химии. Я думаю, что они впервые сталкиваются с инженерной графикой. Даже если кто-то из них надумает поступать, ну передумает идти в гидроэнергетику, он в обязательном порядке с успехом пройдет в любой другой ВУЗ, потому что знания основательные получают. «Русгидро» является предприятием из категории непрерывного цикла. Буквально с первых дней особого режима, принятого из-за пандемии, на предприятии был утвержден смешанный режим работы. Часть сотрудников перевели на так называемую удаленку. Ну а те специалисты, которые не смогли оставить производственный процесс, продолжали оставаться на боевых постах, соблюдая все приписанные санитарные меры. Акмар Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Новогодние сладкие подарки от главы республики получат более 28 тысяч детей Карачаева-Черкесии. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, отменили все массовые мероприятия, в том числе и новогодние утренники. О том, как будет организован процесс вручения новогодних подарков, в материале Руслана Джукаева. В этом году из-за пандемии все привычные нам процессы перешли на новый формат. Ограничения коснулись работы вузов, СУЗов и средних общеобразовательных учреждений. Но новогоднее настроение никто не отменял. Более 28 тысяч детей Карачаева-Черкесии получат свои новогодние сладкие подарки от главы республики. Сегодня в нашу республику завезли новогодние сладкие традиционные подарки для нашей детворы. Ежегодно мы обеспечивали республикам первые и нулевые классы. Но в этом году новогодний сладкий подарок получат от главы нашей республики, от Рашида Бориспевича, и тем резво. Каждый ребенок с нулевого по четвертый класс. Подарки вручат ученикам всех начальник класса, включая нулевой. Без подарков не останутся и детки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Они получат свои подарки уже дома. В соответствии с заявочками, которые мы получили с муниципалитетов, а те в свою очередь собрались с общеобразовательных организаций, дети получат уже в школе. Каждая школа сама будет раздавать. Сейчас мы отправляем в муниципалитеты, а муниципалитеты уже доведут до всех общеобразовательных организаций республики. Одной из первых приехала за сладкими наборами третья школа города Черкеска, где учатся около 500 учеников начальных классов. Сегодня мы получаем подарки в количестве 478 штук, которые мы привезем в школу и будем раздавать учащимся первых-четвертых классов. Процесс мы организовали таким образом, что президентский совет школы, это совет РТШ, в роли Деда Мороза, Снегурочки и других персонажей будут ходить по классам и раздавать ученикам подарки. Старшеклассники третьей школы проявили инициативу и предстали в роли сказочных персонажей и сделали процесс вручения более праздничным, ведь новогоднему настроению детей не должна помешать даже пандемия. Руслан Джукаев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Таким этот был день в Карачаево-Черкесии. Далее прямо сейчас продолжение сериала «Тайны следствия». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин